всем привет с вами Комаров Виталий сегодня что тут смотрел мистические истории что-то решил свои рассказать именно те которые я слышал именно от матери я слышал от других людей именно чуть ли не первых лиц и в конце это чистая история то что я испытал на себе поехали первая история мне рассказала мать про моего деда это еще когда он был молодой довольно таки меня еще и врождение как говорится не было я еще не родился он моей матери рассказал такую историю был у него дядя что-ли брат какой-то я уже точно не помню и он там где-то нет или еще что-то погибка и дед рассказывать такую штуку о ей матери однажды встал он утром уставал он довольно таки рано это часов в пять в шесть пошел накормить скотину все это и возвращается домой из доме слышит буквально в смысле вот стук по деревянным полам такое ну как вот твердый штук не как в сапогах не как в тапочках вот именно твердый такой штук поглядел когда вам другую комнату то увидел своего вот эту вот дядю или брат кого-то он и спрашивает коль ты чуть здесь делаешь то он ему говорит пришел посмотреть как ты да ты чё быть я так давно не видел от его взял вот и заявился и ну как человек оценивает с головы дано кто смотрит ему вниз то а там его телячьи ноги с копытами ну тогда ружье то они были везде и всюду он хватает это ружье какое-то там наставляет на него этот вот этот коля начинает идти ему навстречу идет идет где-то на него кричит иди отсюда во все такое но шел все время навстречу вот когда он дошел уже до стволов буквально смысле он взял и пропал где-то остался один доме посередине комнаты и как по его рассказам он видел как вот этот коль бегал вокруг дома три раза это по народным поверьям каким-то таком сказали что это как бы защиту домом делал такая вот история так что вот так вот бывает мать его моя спрашивает мол взял ты из него в него да и выстрелил честно говоря я сейчас дом один я уже мурашки молча не выстрелил то он говорит а в такую вещь стрелять нельзя можно самого себя убить вот так вот так что если вот такую штуку увидите запомните стрелять нельзя резать их нельзя можно убить самого себя то есть стоим и так вот говном оттекаем а следующая история это про водителя это я услышал не было на лет 20 водитель приехал дальней командировки на следующий день его мужики окружились спрашивает мог ты чё это самое с камаза вылетел и как угорелый домой побежал ничего это самое не поздоровался не здрасте не до свидания бегом-бегом и домой а он и начинает им рассказ мужики вот не поверите еду значит на команде и это самая голосует девушка на дороге красивый симпатичный но остановил камаз вылазить кабину все-таки надо помочь чтобы забраться туда камаз как мы мужики все время оцениваем с головы до ног и вот он тоже оценил за головы до ног на ноги грядь а ноги в обратную сторону повернута сами ступни повернута назад у нее у нее он конечно чё делаю перепугался на него уставилась и смотрит прям в притек берет и смотрит так он от него глаз отвести не может камаз скрябается скрябается никак ручку не ухватит ногу никак на подножку не подставит отбил себе все коленки пальцы себе все отбил и вот он говорит ребят я вот сейчас даже эту самую у меня пальц на самом деле отбитый не могу это самый пальцы болят ну коим как ему залез в свою кабинку и 12 часов он не выходе не останавливая камаз ничего не останавливаясь ни на еду ни на чё прям прямиком до дома вот такая вот штука домой он приехал и бегом домой следующий рассказ тоже довольно таки интересный это про девушку в ресторане это рассказал мне уже довольно таки пожилой такой человек мне тогда было сколько ну лет двадцать двадцать пять и он тоже рассказывать значит такой был молодой тогда еще в ресторан можно было сходить за 5 рублей пошел в ресторан ну и к нему подсаживается девушка ну завязался разговор он ее угостил тем всем эдаким там и она его берет приглашает его к себе ну девка симпатична чем не пойти то он согласился пошел она его завела в хороший дом обалденная кровать короче все что нужно не сделали он уснул в этой кровати и все бы ничего но просыпается он утром на кладбище боб линка как он дернул оттуда с этого кладбища переливаясь холодным потом я его спрашиваю где-то наверно под этим делом был можете чем привиделось а он не говорит службы вот сумок вот я никогда жизни не выпил даже 100 грамм и другим не советую вот он всю жизнь вообще никогда не смог пить а что вы думаете так вот ну и напоследок моя история это был мне 16 лет у меня умерла бабушка и короче я не помню на какой день это все то ли до 9 дней то ли до 40 дней где-то на промежутке я спал в своей комнате мирно никого не трогал повернувшись мордой своей к стеночке тогда и волос у меня было гораздо больше гораздо длиннее сплю и значит вот чувствуя такое буквальном смысле у меня холод по спине адский холод что там за холод вот прям нереальный такой холод спиной и чувству и когда я повернулся я увиделся бабулю чего это своей бабули она надо мной как бы наклоняется вот в этот момент у меня даже сейчас на задницу 6 дыбок становится либо столько страха пережил это я вот не мог не вздохнуть не выдохнуть очнулся я уже когда стоял ногами на подушке и вдоль стеночки прям ровненько чётенько вот такая вот история хотите верьте хотите нет это я не придумал это учесть моя история все спасибо подписывайтесь на мой канал может быть что-нибудь я вам еще расскажу до свидания